Ну а в Санкт-Петербурге команда студентов вырезает из дерева экологичные солнцемобили. Вместе с ними работает Елизавета Золотова. Ну да, процесс создания солнцемобиля уже достаточно давно длится. И вот сегодня ребята приступили к процессу фрезеровки. И вот из таких деревянных блоков создают каркас будущего солнцемобиля. Достаточно долго делаются детали, порядка 12 часов. Но и надо сказать, что и сам процесс достаточно сложный, объемный, большой, много работы. Не только внешних, внутренних. Самвел, главный здесь на площадке. Самвел, рассказывайте, как это все будет выглядеть. Потому что глядя на это достаточно сложно представить, как будет работать солнцемобиль. Это только заготовка для формы. Из нее будет получаться, собственно, форма, которая будет иметь аэродинамические формы. Это характеристика, и у них замечательная. Это просто кусок искусства, наверное, да. Это не кусок, а искусство создать такую аэродинамическую форму. Она в два характеристики, в два в три раза лучше, чем у обычных гражданских автомобилей. Я даже не знаю, что вам еще раз. Такая вот несколько, даже не то, что несколько, а, наверное, совсем утопичная, идеалистичная идея создать машину, которая работает исключительно от солнца. А насколько это, скажем, в Петербурге, в городе, где солнце-то вообще практически нет? Насколько это, ну, скажем, идея такая... Не останется она только идей? Нет, не останется. Мы самая северная команда в мире, кстати. Вот. Поэтому для нас это тоже своего рода победа. Если у нас получится этот автомобиль, чтобы он поехал здесь, то он 100% поедет в Австралию, куда мы собираемся. У нас в автомобиле присутствует аккумуляторная батарея, в которой достаточно энергии аккумулируется, чтобы проехать без солнца около 600 километров. Правда, на скорости 60 километров в час. Вот. То есть мы можем достаточно медленно, но добраться до Москвы в отсутствие солнца буквально ночью. Вот. Если солнце все же будет, то этот автомобиль может вообще не останавливаться, даже в нашем регионе. То есть если в Петербурге летом выдастся солнечная неделя, он может ездить круглосуточно по городу. Вот такие у него характеристики интересные. И это все от того, что у него такая великолепная алисинамическая форма. Спасибо большое. Мы сейчас поговорим немножко о других функциях этого автомобиля. Вот Санвел нам сейчас рассказал о том, что уже в 2017 году, в октябре месяце, команда планирует поехать в Австралию, где этот солнцемобиль примет участие в международных соревнованиях. И вот надо сказать, что эти соревнования проходят с 1987 года, и российская команда еще ни разу не принимала в них участие. А вот ребята из Петербурга впервые поедут. Александр, есть ли у вас такая мечта сесть за руль этого солнцемобиля? Да, конечно, мечта есть. Это один из тех факторов, который меня всегда подталкивал в этом проекте, всегда мотивировал. Я один из пилотов, потому что я по комплекции небольшой. Для того, чтобы автомобиль был максимально производительный, он должен быть максимально маленьким. И, соответственно, под пилота тоже максимально маленького. Команда у вас достаточно большая, около 20 человек. Конкретно вы чем занимаетесь? Я по-английски это называют chassis leader, я так заявлен на соревнованиях. То есть я ведущий инженер в шасси. Я занимаюсь непосредственно кузовом несущим, отвечаю за подвеску и за все то, чем наш автомобиль похож на обычный автомобиль. То, за счет чего он едет, принимает нагрузки от внешней среды. Ну, за счет чего? За счет солнца. За счет солнца отвечают больше те, кто занимается электрикой. Я непосредственно колеса, подвеска, несущий кузов, ТОК-10 пилот, рулевое управление. То есть общие автомобильные компоненты такие. Это моя ответственность. Спасибо вам большое. Ну, вот еще много работы на самом деле впереди. За ближайшие дни как раз будет составлен корпус, каркас. Его будет потом, вокруг него вот эта как раз металлическая конструкция. И, собственно, внутренние механизмы. Ну, это уже достаточно долгие процессы. Вот в октябре команда из Петербурга отправится в Австралию, чтобы этот солнцемобиль представить всему миру.